Всем привет, я Элли Дин. Сегодня пришло время подвести итоги моей вакцинации от коронавируса. Сегодня мы узнаем, есть ли у меня после прививки антитела, какие у меня были последствия после прививки, а они у меня были. И вообще, как бы получается после всего этого, за или против вакцинации. Предлагаю в комментариях проявлять вашу активную позицию за или против вакцинации, поскольку, ну, пожалуй, это самая животрепещущая тема последних двух лет. Кстати, я на днях лечу со всей нашей большой компанией. Это я, Кирилл, Спарташа и Джина. Мы летим на Кипр. Такие эмоции, такие впечатления здесь. Там есть ограничения только для тех, кто не привит. Кто привит, можно все, ходи куда угодно, делай что угодно. И если ты не вакцинирован, там нужно сдавать ПЦР из носа на коронавирус каждые три дня. И, кстати говоря, Кипр признал российскую вакцину спутник, а я привита к кови-вакам. Поэтому я типа как бы вакцинирована, но мне все равно придется сдавать каждые три дня ПЦР из носа. Еще один перед вылетом и когда мы прилетим туда. Итак, напоминаю, я привилась от коронавируса примерно за неделю до того, как в Москве ввели обязательную вакцинацию, когда получение QR-кодов для посещения ресторанов. Вот где-то за неделю до этого я сделала первую дозу вакцины Кови-Вак, не спутник, а другой русской вакцины Кови-Вак. Эти видео есть на моем канале, если вам будет интересно, посмотрите потом. Где-то в конечных числах июня я уже сделала второй компонент. Поэтому получается, что с момента первого компонента прошло уже более 40 дней, и я помчалась сдавать анализ на антитела, потому что после этой вакцины нужно примерно на 42-43 день сдавать анализ на антитела. Я его сдала, и результат мне уже пришел, и я в этом видео вам его покажу, и наконец-то мы узнаем, выработала ли эта вакцина в моем организме антитела ковид-19. Кстати говоря, этой вакциной привился еще и Кирилл, и моя мама. Это, в общем, пойдет в статистику, потому что они тоже сдали анализы на антитела. Как вы помните, мне было не очень хорошо после прививки, у меня даже была температура. К слову говоря, у Кирилла и у моей мамы таких побочных эффектов не было. Может быть, это из-за того, что я кормящая мать, у меня же есть сынишка, ему один год и два месяца, и я его кормлю грудью, правда, один раз в день. Именно поэтому я могу, условно говоря, быть причислена к добровольцам-испытателям данной вакцины, потому что на данный момент вакцинировать беременных и кормящих официально нельзя. То есть это как противопоказание. Кстати, по поводу кормления. Я защищаю своего ребенка, так как я сама привилась. Дело в том, что грудное молоко обладает удивительным свойством. Оно передает антитела, которые вырабатываются организмом матери. Поэтому, успокою вас, я наоборот сделала прививку для того, чтобы его защитить. Но это, конечно же, при полном условии, что мой организм выработает антитела. Было бы что передавать с грудным молоком. Итак, перед тем, как сделать первый компонент, я сдала анализ на антитела, чтобы точно знать, есть они у меня или нет. И вот он, этот результат перед вакцинацией. Никаких антител у меня не было, коронавирусом я не болела. И сегодня мне приходит анализ на антитела в положенный срок, когда им нужно проверять после прививки. И вот вы его видите сейчас на экране. Что сказать? Антител нет. Потому что они ниже вот этого порогового значения, когда можно считать результат антител как положительный. Нужно учитывать, что я сдавала именно вот такой анализ на антитела. И, возможно, я сдала не тот. То есть, нужно какие-то другие белки смотреть или что. Если в комментариях мне напишите, какой точно мне нужно сдать анализ, мне несложно. Поеду и сдам. Конечно же, я ждала, что вакцина выработает антитела в моем организме. А чего еще ждать, в принципе, было от вакцинации? Конечно, я хотела. Но, с другой стороны, я, если честно, не удивлена. Почему? Потому что вакцина новая. Она находится только в третьей фазе испытаний. И полных данных, даже в инструкции к этому препарату, к этой вакцине, которую мне дали в момент первой вакцинации. Не знаю, зачем мне подарил врач. Ну, короче, подарил эту инструкцию. Написано, что как бы не проверялось, какое количество антител должна, по идее, хотя бы в среднем выработать вакцины Кови-Вак. По общим отзывам, картина складывается такая, что, к сожалению, вакцина Кови-Вак вырабатывает либо мало антител, либо вообще не вырабатывает, особенно у тех, кто не болел коронавирусом. Но, как вы помните, Кирилл и моя мама привились тоже этой вакциной, вакциной Кови-Вак. Моя мама весной болела коронавирусом, и у нее были антитела. Плюс она еще после этого сделала прививку Кови-Вак. И, как результат, у нее не сильно много антител. Примерно на том же уровне осталось, что и когда она переболела. Но, чтобы вы понимали, это все равно примерно в 10 раз меньше для защиты, как бы вот этого комфортного порога, когда можно надеяться, что ты не заразишься коронавирусом. Хотя ни одна вакцина не гарантирует, как бы, полного незаражения. Кирилла тоже нет антител, он тоже сдал, и тоже ничего нет. На счет последствий тут все вообще максимально сложно. Краткосрочные последствия типа температуры, но, я думаю, это вы видели в предыдущих видео. Но есть еще кое-что. Еще кое-что, что меня, ну, достаточно сильно стревожило и напугало, скажу честно. До первого компонента я сдала общий анализ крови. И мой анализ был абсолютно в норме. После вакцинации, в тот же день, когда я сдавала на антитела, я также сдала повторно общий анализ крови, чтобы посмотреть. Я бы даже сказала, я была уверена, чтобы убедиться, что, ну, ничего не изменится в этих общих показателях. Внимание, результат. Тромбоциты выше нормы. Здесь довольно-таки странная ситуация, потому что, как мы знаем, у ковида одно из самых распространенных осложнений, особенно долгосрочных после болезни, это проблема с кровью, с повышенным содержанием тромбоцитов и так далее. И в этой ситуации, тем более зная, что у меня никогда не было никаких проблем с тромбоцитами, даже во время беременности, хотя у беременных это вот как бы такое популярное осложнение, у меня всегда был вот этот общий анализ крови идеальным. И никогда у меня не было повышенных тромбоцитов. Да, получается, что, скорее всего, это как-то повлияло вакцинация. Обязательно пересдам анализ крови чуть позже, потому что за этим показателем нужно следить. Я надеюсь, что все как бы наладится со временем. Меня также спрашивали, а что, я типа побоялась привиться спутником? Спутником, такие были комментарии. Я скажу так, как бы спутник относится к, так скажем, продукт генной инженерии. И когда я, в принципе, задумывалась о вакцинации, мне врач-педиатр Спарташа подсказал, что вот только-только выпустили вакцину КовиВак. Она сделана на старой платформе. То есть ее делают с помощью тех же технологий, которые были порядка 50-70 лет назад, когда делали наши советские ученые популярнейшие вакцины. Они именно на вот этой платформе. Это инактивированные вакцины, в основе которых лежит так называемый убитый вирус. Ну, то есть как бы у КовиВака в основе лежит убитый вирус COVID-19. Может быть, именно по этой причине, что в этой вакцине именно убитый вирус и не выработались антитела. А может быть, организм мой все равно познакомился с этим вирусом и уже защищен от тяжелых последствий. Ну, короче, я думаю, именно так. Ну, и есть шанс, что Спарташа тоже через грудное молоко получает какие-то защитные белки, которые выработались, защитные белки другого типа, которые выработались путем этой прививки. По итогу этого всего, то, что я сделала вакцину и не выработались антитела, еще у меня повышенные тромбоциты, за я или против вакцинации теперь уже? Можно быть против вакцины какой-то одной из, то есть из-за отсутствия какой-то информации или незнания. Ну, например, видите, я не решилась прививаться спутником. Я нашла для себя вакцину, к которой я отношусь спокойно. Но говорить о том, что я в общем против вакцинации, это не так. И неудивительно, что именно у нас в стране, в России, вопрос за или против вакцинации встает настолько остро, потому что, ну, как бы у нас достаточно низкий процент вакцинированных. Почему? Потому что у нас можно привиться только ограниченным списком вакцин. Так скажем, отечественные прививки. И ни одной иностранной, почему бы и нет, могли бы быть в общем списке, чтобы повысить общий процент вакцинации среди населения России. Поэтому встает резонный вопрос, что для нас важнее, привить отечественные вакцины или повысить уровень вакцинации среди населения. Но мне кажется, конечно, уровень был бы гораздо выше, если был более большой ассортимент вакцин. И да, я за вакцинацию, потому что вакцинация это единственный способ получить защитные антитела, не переболев болезнью. Так что можно быть против какой-то определенной вакцины, но не в целом против вакцинации. Это, так сказать, для сомневающихся. Подписывайтесь на канал. Не отписывайтесь от него. Не будет ничего больше про прививки и уколы. Я поехала на Кыпр. Купаться в бассейне с розовым фламинго. Ночи здесь просто обалденные. Снимать здесь ночью сплошное удовольствие. И такая еще здесь атмосфера, как бы такая таинственная, мистическая. Поэтому и увидимся в новых роликах. Пока!